накануне ближе к полуночи в екатеринбурге на визе на улице татищева во дворе новых жилых высоток ровесниц 2019 года постройки приключилась великая коммунальная авария вследствие которой поутру двор больше напоминал каток а кое-где и кое-как припаркованные легковушки в мерзли в лед тем более что на рассвете как назло столбики термометра порухнули как минимум на десяток черточек ниже нулевой отметки в эпицентре коммунальной стихии там где внесезонный водный фонтан порвал на куски асфальт пострадала брюхом легковушка какой именно породы доподлинно неизвестно но очевидцы говорят что это был серый автомобиль потоки ледяной воды вырвавшиеся из подземелья не только затопили двор и парковку но изрядно подмочили частные подборья в низине в довершении всех бед омраченных снежной кашей на дороге тысячи полторы горожан встретили рассвет без холодной воды в кранах но обо всем по порядку подземная труба лопнула возле 16 этажки с номером 179 судя по кускам разорванного асфальта в эпицентре коммунального порыва лопнула труба приличного диаметра как мы уже упоминали одной из легковушек во дворе не повезло больше других она остановилась на ночевку прикрыв днищем люк подземного коллектора так что во время аварии автомобиль прополоскала мама не горюй ее хозяин отогнал свою контуженную легковушку подальше но было поздно аварийная бригада вода канала перекрыла лопнувшую трубу и по свидетельству очевидцев по-быстрому покинула затопленную территорию во тьме полукромешной по снежной каши по щиколотке бродил лишь мужчина со снеговой лопатой в руках и в резиновых сапогах на ногах и пытался согнать подмерзающую воду подальше на проезжую часть какой сознательный жрец подумали прохожие и слегка ошиблись одинокий борец коммунальной стихии в ответ на расспросы ночных репортеров сообщил о том что он не просто житель дома он член правления жк правда излишней огласки в общем-то он был не рад я больше тебе скажу я справление поймала становился бы он этот пикнулся а так он тоже домой поехал тоже не вода канала скинет того же мнения придерживалась и консьержка в доме отсылая любопытствующих к председателю управления для жильцов двух домов в 17 23 этажа соответственно в подъездах возле лифтов на первых этажах появились расклеенные рукописные объявления о том что из-за аварии воду отключили по нашим очень приблизительным подсчетам без холодной воды в кранах в двух домах суммарно на 40 этажах остались 492 квартиры умножаем их на 3 то есть усредненно на трех членов семьи в каждой квартире получается около полутора тысяч душ которым водоканал пообещал вернуть холодную воду сегодня к восьми часам вечера по стародавней русской традиции у нас рвется там где тонко и разумеется в холода правда накануне морозец был небольшим особенно для исхода ноября но подземной трубе и этого хватило для подземной коммунальной инфраструктуры такие погодные качели самое гиблое дело